Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры, в третьей очереди, жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы – салон-магазин стильных подарков «Важная персона». Эфир канала РЕН продолжает новости Анапа-регион. В студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Маранапа Сергей Сергеев продолжает приводить детские сады в порядок. В новом микрорайоне к концу года введут в эксплуатацию новое здание детского сада. Ипотека – это просто. Народная накопительная ипотека от Сбербанка – шанс осуществить мечту. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. В селе Варваровка на кладбище застрелен криминальный авторитет. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Краснодарскому краю, полиции Анапы 5 ноября поступило сообщение о совершенном убийстве на территории кладбища поселка Варваровка. Погибшему был 61 год. По данным Следственного комитета, пожилого криминального авторитета Вальтера убили на стройплощадке его семейного склепа в селе Варваровка, применив огнестрельное оружие. Выстрелы из снайперской винтовки раздались, когда Вальтер спокойно наблюдал, как трудятся рабочие. С лесного массива был застрелен Арутюнян Вальтер Еремович. Значит, неустановленный убийца произвел три выстрела из неустановленного следствием огнестрельного оружия. После чего Арутюнян упал на землю, а его товарищи, которые находились рядом с ним, подхватили, посадили в машину и повезли в больницу. К сожалению, до больницы его не довезли. По дороге в больницу, в первую городскую больницу Анапы, Арутюнян скончался. Значит, в настоящее время у следствия имеются определенные наработки, а лице, совершившем преступление, данные ориентировки, ведется предварительное расследование. Я думаю, что в ближайшее время мы установим лицо, совершившее данное преступление, ну и постараемся его сдержать, если он не выехал с территории города Анапы. По предварительным данным, оружие иностранного производства. Найденные гильзы отправлены на баллистическую экспертизу. Убийца, видимо, особенно не спешил, поскольку стрелял из близлежащего леса трижды. Там же следователи обнаружили глушитель от винтовки и три гильзы. Две пули тяжело ранили жертву. По-видимому, наемник давно поджидал жертву, зная, что тот регулярно ездит контролировать ход строительства семейного склепа. Или о его перемещениях стало известно из-за утечки в ближайшем окружении авторитета. Следственный отдел возбудил уголовное дело, квалифицировав преступление как убийство и незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. Вадим Родин. Анапа. Регион. Маранапа Сергей Сергеев продолжает приводить детские сады в порядок. В новом микрорайоне к концу года введут в эксплуатацию новое здание детского сада. В старых дошкольных учреждениях делают капитальный ремонт. Любовь Евсеева расскажет об изменениях в детском садике «Ракета». Городские детские сады примерно все в одном положении. Многие годы со времени своей постройки они не знали капитальных ремонтов. На днях детский сад «Ракета», что по улице Коленина, 27, пригласил своих питомцев под обновленные своды. Чтобы ощутить в полной мере удовольствие от перемен, произошедших здесь, перелистываем старые фотографии. Трудно поверить, но все это было возможно в детском дошкольном учреждении. Трубы отопления проходили под самой крышей, и когда их пытались демонтировать, прожжавевший металл рассыпался, как труха. Метлахская плитка, не отмывающаяся за десятилетия эксплуатации, обросшие плесени санузлы, истлевшие деревянные рамы окон, дыры в трубах отопления, заделанные скотчем. Вот так все это безрадостно выглядело еще в августе минувшего года. Глава города Сергей Сергеев узнал, что в программу капитального ремонта, уже идущего в детском саду, не включено как раз самое главное – отопление. Сергей Павлович, вы знаете, жестко всегда нас требует. Уж если сделали детский сад, там должно быть комфортно. На эти работы необходимо миллион триста пятнадцать тысяч рублей. Вы знаете, настолько оперативно. В этот же день дал глава поручение, мы написали заявку, и еще на сентябрьской сессии были выделены денежные средства. Вся теплотрасса, которая в детском саду, она новая абсолютно. Так что впервые за 40 лет своего существования этот детский сад похож на учреждение для детей. Сквозь новые светлые широкие окна льется много света. В группах обновленная современная удобная мебель. Спаленки манящие призывают веселыми кроватками. Санузлы с оборудованием для малышей. Маленькие чистенькие раздаточные в каждой группе. Отделение адаптации позволяет вновь поступающей ребятне быстрее привыкать к детскому саду, где по-домашнему и только на кухне ароматно пахнет добротной едой. Яркое белье стирают профессиональные стиральные машины. Трудно поверить, что это обычный общеобразовательный детский сад. Его заведующая Татьяна Ардашевна Камнева приняла детский сад как раз в том убогом состоянии, что на фотографиях. Эти фото делала как раз она. Очень верила, что когда-нибудь с удовольствием будем сравнивать, как было и как стало. А глава города продолжает планомерную работу по возрождению старых детских садов и строительству новых. Любовь Евсеева, Станислав Фалько. Специально для Анапа. Регион. К другим темам. Муниципальную землю возвращают в муниципальную собственность. Анапский городской суд признал ничтожной сделку, в результате которой в 2009 году участок площадью более 6 гектаров на территории детского парка был передан частные руки. Соответствующий иск подали специалисты администрации города-курорта. Следующий шаг – возвращение земли в муниципальную собственность. Аккуратные дорожки, зеленые газоны, скамейки, открытые площадки для аттракционов – так должен выглядеть детский парк. За последние несколько лет в Анапе детский парк стал похож на шанхайский рынок. Стихийная торговля от пляжных принадлежностей и сувениров до разлитого в подвале суррогата, грязь, оставшаяся после торговцев груды, мусора, пустые бутылки, пакеты и горы окурков – вот и все наследство от арендаторов территории в детском парке. Анапчане не раз обращались к руководству города-курорта с просьбами разобраться и принять меры. По поручению мэра Анапы Сергея Сергеева, юристы, проанализировав документы четырехлетней давности, обратились в суд. И, наконец, первая победа – решением суда договора аренды признан недействительным. И на территории детского парка будет детский парк. Земельный участок, он тот или иной формы должен быть обязательно использован. И бизнес также, он и должен развиваться. Развивается бизнес, развивается бюджетная, доходная статья бюджета, развивается социальная сфера. Я бы сказала, что целевое должно быть соответствовать. То есть, если это земля парка, то там не должно быть гастрономов, многоквартирного жилищного строительства, каких-нибудь клубов непонятных, ну и так далее. После завершения всех судебных разбирательств в планах властей детский парк сделать зоной отдыха. Но работы придется проводить практически с нуля. Детский парк точно так же. Можно вложить инвестиции, аттракционы, благоустройство. Да, это в перспективе, и это должно быть именно соответствовать. Озеленение, там, где можно праздники устраивать, детские, подростковые, для всего населения, в общем-то, с участием всего населения. Работа властей по возвращению земель в муниципальную собственность, отданных когда-то за шапку сухарей, идет с размахом. У нас 24, если точно говорить, исковых заявления находятся в разной стадии судебного рассмотрения. Могу сегодня сказать, что с участием прокуратуры, администрации, 10 земельных участков по решению суда признано их кадастровый учет незаконным, если простыми словами говорить. И мы их вообще уже сняли с кадастрового учета. Это район реки Анапки. То есть там ничего не будет, не строится. И в это же время в другой части города, в Алексеевке, как раз говорят о строительстве социальных объектов. Был земельный участок. В Генплане это пятно для школы и пятно для детского сада. Одно из пятен было сформировано, передано в частные руки в аренду. Соответственно, с другим целевым назначением. Малоэтажное жилищное строительство. На сегодняшний день также находится в судебном процессе данное дело. Думаю, что мы вернем данный земельный участок в муниципальную собственность. И согласно генерального плана, там будет школа. Мэр Анапы Сергей Сергеев притворяет в жизнь свои слова. Анапская земля должна работать на анапчан. Наталья Пухальская, Артем Зиборов. Анапа. Регион. Мечта о строительстве или покупке дома стала ближе и доступнее. В Краснодарском крае реализуется проект доступного жилья «Народная ипотека». Разработан администрацией Краснодарского края совместно со Сбербанком России. Его преимущество в том, что он рассчитан не для отдельных категорий граждан, а для всех нуждающихся в улучшении жилищных условий. Программа «Народная ипотека» является наиболее перспективной на сегодняшний день. Администрация Краснодарского края разработала проект в целях социальной поддержки жителей Кубани. Воплотить задачи в жизнь помогает Сбербанк России. Участвуя в программе, каждый сможет оформить льготный ипотечный кредит и получить финансовую поддержку от государства. Администрация муниципального образования город-курорт Анапа уделяет большое внимание реализации краевой программы «Накопительная народная ипотека». Суть программы заключается в предоставлении социальных выплат физическим лицам, накапливающих денежные средства на улучшение жилищных условий. Важным преимуществом программы является тот факт, что благодаря поддержке бюджета Краснодарского края длительному сроку накопления и низкой процентной ставки по кредиту, семья не будет переплачивать за жилье. Первый этап – накопление первоначального взноса. Срок определяет сам участник программы, открывает счет ипотечный от 4 до 6 лет и ежемесячно вносит на него от 3 до 10 тысяч рублей. Дополнительно из бюджета края участнику начисляется социальная выплата в размере 30% от суммы ежемесячных взносов, но не более 3 тысяч рублей. Общая сумма накопления и социальные выплаты составит половину стоимости будущего жилья. Второй этап подразумевает получение льготного ипотечного кредита под 6-7% годовых. В течение 6 месяцев со дня окончания срока договора вклада гражданин имеет право подать заявление на получение льготного ипотечного кредита в Сбербанке. Размер кредита определяется как сумма накопленных денежных средств по вкладу с процентами и перечисленная из бюджета социальные выплаты. Если сумма вклада, социальных выплат и кредита будет недостаточна для оплаты сделки по приобретению жилья, то претендент вправе дополнительно использовать собственные или заемные средства. Если суммы будет достаточно, то кредитом банка можно не пользоваться. В программе могут принять участие граждане России, постоянно проживающие или зарегистрированные на территории Краснодарского края. Для подачи заявления на открытие счета ипотечной и участия в программе накопительная ипотека в любом отделении Сбербанка при себе необходимо иметь только паспорт. Банкам решение принимается в течение трех дней. Для получения социальных выплат необходимо подать заявление в Кубанский центр поддержки населения и развития финансового рынка. Также единственный документ, который понадобится, только паспорт. Сбербанк предлагает широкий перечень жилищных программ на различные цели. Приобретение готовой квартиры на вторичном, так и на первичном рынке, таунхауса, земельного участка, дачи, а также возможность использовать ипотечный кредит на цели индивидуального строительства жилого дома. Светлана Авилова, Алексей Мухортов, Анапа. Регион. Новая пенсионная формула – совершенствование системы формирования пенсионных накоплений. Тема конференции для журналистов федеральных и региональных СМИ. Каким будет новый порядок формирования пенсионных прав и расчет пенсии, узнала Светлана Авилова. В режиме онлайн в пресс-конференции приняли участие министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин, заместитель Минтруда Андрей Пудов, первый заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Александр Курдин, руководители структурных подразделений и всех территориальных органов Пенсионного фонда, представители СМИ. В своем докладе Максим Топилин рассказал об основных положениях новой пенсионной формулы и новом порядке формирования пенсионных прав, а также назначение пенсии по старости, которое предполагается ввести с 1 января 2015 года. Через 20 дней, 25 дней, эти законные проекты будут рассматриваться в первую чтение Государственной Думы. Дальше будет процедура подготовки поправок. Министр отметил, что новый порядок формирования пенсионных прав и расчета страховой пенсии будет применяться к тем, кому только предстоит выйти на пенсию в 2015 году и в последующие годы. Россияне, которым трудовая пенсия уже назначена или назначена до 1 января 2015 года, будут получать ее в установленном размере. Пенсионный капитал, перечисляться в сторону уменьшения, не будет. При этом, если на дату назначения пенсии трудовой стаж был свыше 30 лет для женщин и 35 для мужчин, пенсия будет увеличена. Пенсионный возраст повышаться тоже не будет. Он останется прежним – 55 лет для женщин, 60 для мужчин. При этом по новой формуле создаются значительные стимулы для более позднего выхода на пенсию. За каждый год позднего обращения за назначением пенсии ее страховая часть и фиксированная выплата будут увеличиваться на коэффициенты. Например, если россиянин обратится за назначением пенсии через 3 года после достижения пенсионного возраста, то фиксированная выплата в составе страховой пенсии будет увеличена на 19%, а страховая часть – на 24%. Накопительная пенсия тоже увеличится, поскольку снизится расчетный период выплаты. Индексация пенсии нынешних пенсионеров будет продолжена и после утверждения новой пенсионной формулы. Так, в 2014 году планируется проиндексировать пенсии на 8,1%, в 2015 – на 7,1%, в 2016 – на 6,6%. Светлана Авилова, Алексей Мухортов, Анапа. Регион. На сегодня это все новости. В завершении выпуска прогноз погоды на завтра. В четверг, 7 ноября, в Анапе, будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха в дневные часы 16-18, ночью до плюс 12 градусов со знаком «плюс». Ветер переменный – 4,6 метров в секунду. Атмосферное давление низкое – 754 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте плюс 14 градусов по Цельсию. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и салона магазина подарков «Важная персона». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы – салон-магазин стильных подарков «Важная персона». Салон-магазин «Важная персона» – все самое лучшее для самого главного праздника. Невероятный выбор елочных украшений, сказочные лесные красавицы от лучших дизайнеров Дедушки Мороза. Все для новогоднего настроения и интерьера. И, конечно, лучшие подарки для самых любимых. «Важная персона» – Анапа, улица Ленина, 15. С наступающим Новым Годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова